Ребят, пушка, ракета, гонка. 93-й год, 1.8 бензин, 3650 долларов. Да, цена норм. Я имею ввиду... Косвенно норм. На механике... Что тут можно сказать? Арки, пороги. Видно, что все это делало-сделало. Тут и промазано, и внутренние части арки. Видно, что красился. Хотя красился, кстати, ну, среднее качество покраски. Не сказать, что, знаете, как бывает, подойдешь и прямо ужасно. Пыжик 306, 93-й год, 1.6 бензин, 2450 за него просит. Всему тут и люк когда-то тек, он уже не открывается. Можно видеть, его тут замазали. Хотя, опять же, жуки присутствуют. Выбор, покупка автомобиля, это достаточно серьезная штука. Ниссан, сирена. 95-й год, 1.6 бензин, 1999 долларов. Вот такой вот бус. Ну, понятное дело, что тут за бус, который в районе 2000 долларов, тут уже он и мхом проросло. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи. Имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Всем привет! Ребят, мы приехали на Борисовский тракт. Это, ну, как ориентир, станция метро Борисовский тракт, БНТУ, проспект независимости 163, 164, 165. И здесь много автомобилей продается и много небольших автокомиссионных. Суммарно, может быть, 400-500 автомобилей. И сегодня у нас видео по самым бюджетным, самым дешевым автомобилям. Всем приятного просмотра. И мы сразу начнем с Фиата, блин. Фиат Пунта первый. 97-го года 1,2 бензин. 97-й год, как я уже сказал, 2250 долларов. Цены сразу, ребят, говорю, что кто будет писать, дорого, дорого. Но это наши особенности в Беларуси. И машины, в принципе, сейчас они далеко не дешевые. За последние полтора года цены выросли процентов на 30. Здесь Peugeot 206, дизель 1,4 литра, 2002 год, 3350 долларов. Такой вот пыжик закрыт, наверное. Коррозия, конечно же, присутствует. Не без этого можно видеть. Хотя, прям сказать, что сгнило, нет. Ну, такие вот моменты по аркам присутствуют. А так, в целом, вроде как, подмазано, подкрашено. Ну, не идеал, понятное дело, по кузову, но такой вот попилаться. Ну, и, конечно же, ребят, пушка, ракета, гонка, 36-ка, BMW 318-я. 93-й год, 1,8 бензин, 3650 долларов. Да, цена норм. Ну, я имею ввиду, косвенно норм. На механике, что тут можно сказать? Арки, пороги видно, что все это делало-сделало. Тут и промазано, и внутренние части арки. Видно, что красился. Хотя красился, кстати, ну, среднее качество по краске. Не сказать, что, знаете, как бывает, подойдешь и прямо ужасно. Нет, в принципе, более-менее визуально форму держит. Другой вопрос. Цены. Понятное дело, что, я думаю, торг-то будет уместен, но все равно. Недешево. Далеко не дешево. Citroёn Xara. Дизель 2003 года. 2 литра. 3650 долларов. Пробег. Ребят, в сегодняшние почти все автомобили пробег я даже называть не буду. Потому что у нас сегодня бюджет до 4, до 5, ну, максимум, наверное, тысяча, 6-7 будет, грубо говоря, машиной. Основная масса до 5 тысяч, так это процентов 60-70 таких автомобилей. Так, закрыт. Видно, конечно, тут. Но, с другой стороны, любой старый автомобиль. Ребят, как бывает, некоторые люди пишут, Кирилл, подскажи, можно там за тысячу, за две хороший автомобиль купить. Ребят, ушли те времена. Да и раньше, в принципе, хороший автомобиль за тысячу, две купить нельзя было. Поэтому, ну, есть, облазит лакокрасочное покрытие, есть косяки по кузову, не без этого. Ну, здесь уже немножко сегмент побольше. Ну, давайте тоже посмотрим Фабию эту. На автомате 1.6 бензин 2013 года 7999 долларов. Вот такой вот желток. Можно видеть на автомате. Подогрев передних сидений. Тканевый салон. Ну, так визуально даже. Ну, хотя вот ржавчина легкая присутствует. Прям не звенило, то есть не тотал. Визуально более-менее. Ну, уже какие-то нюансики. Все-таки 10-летний автомобиль, 10-летняя Шкода. Ну, цвет специфический. Не знаю, цвет очень-очень на любителя. Пыжик 306. 1993 год. 1.6 бензин. 2.450 за него просят. Судя по всему, тут и люк когда-то тек. Он уже не открывается. Можно видеть его тут. Замазали весь герметиком. Все это потрескалось тут. Ну, хотя, опять же, жуки присутствуют. Арки. Ну, еще вроде как крепкие. Ну, а так я понимаю, что будет писать большое количество людей в сегодняшнем видео. Что это корчи. Ну, ребят, нас смотрят люди самые разные. Поэтому мы показываем автомобили в разных ценовых сегментах. По цене о том, что в Европе дешевле, в Германии, там в Литве дешевле. Ребят, это все понятно. Мы не в Литве, мы не в Европе, мы не в США, условно говоря. Поэтому вот у нас цены такие, какие они есть. Высокие? Да, соглашусь, высокие. 124-й Мерседес, 92-го года, 2 литра бензин, 3 999 долларов. Ну, опять же, понятное дело, что вареный, крашеный, ребят, такого формата автомобиль. Одно из двух, или это полностью будет сгнившийся автомобиль, который уже сгнил. Или вот, как в этом случае, ну, визуально относительно более или менее. Не идеал, конечно, тут далеко до идеала. Идеальный автомобиль, это новый автомобиль. Citroёn Xara в универсале. Ну, тоже такая немножко разноцветная вся. Запискоструйна в сколах, в ржавчине. Ну, с разбитым лобашом. На крыше какие-то легкие вмятины. 2000-й год, 1,9 дизель. 1999 долларов. Здесь автомобиль без цены. Renault Scenic 5 950, 1,9 дизель 2004 года. Креснуто лобовое стекло. Ну, есть потертости, зазорчики так немножко пляшут. Двери зашорханные, затертые. Полировано, это видно. Но, опять же, вся такая немножко в разводах. Имеется фаркоп. И здесь Opel Zafira. Тоже такая бывалая. Низы можно видеть замазаны, промазаны. Ну, почему их замазывают? Потому что ржавеет. 5 450, 1,6 бензин, 2002 год. Пробеги вообще нет смысла смотреть, по большому счету, в таких автомобилях, ребят. Как бывает, человек пишет. Смотрел, там, условно говоря, Scenic 99 года. Пробег 250 тысяч. Как думаете, он оригинальный? Ну, блин. В этих автомобилях, даже здесь, смотри, 98 год. 1,6 газ, бензин. 285 тысяч заявлен пробег. Ну, понятное дело, что лично я, для себя, я уверен, что это не оригинальный пробег. Его надо минимум, в лучшем случае, умножить в 2, а может быть и больше раз. Может даже и в 3. Тоже такой весь разноцветный. Ржавенький. Ух, зазоры какие хорошие, ребят, смотрите. Без слез не взглянешь. Ну, и тоже такой максимально уставший автомобиль. Вообще, бюджет в целом глобальный, если мы берем до 10 тысяч, это самый тяжелый сейчас бюджет. Потому что до десятки найти что-то более-менее живое, ну, практически невозможно. Ну, возможно, но это очень сложно. Ну, прям очень. Рено Сценик, 1.4 бензин 2000 года, 4450 долларов. Здесь уже ржавчина, все это позамазывали. Вот так вот оно все делает, а снизу выглядит. Здесь видно, что делали эти вот арки. Подмазывали, ну, тут уже такой, мягкий говоря, не очень выглядит он, если честно. И это не то, что мы приехали сюда, это вот здесь такие машины. Они в целом везде поездите. Понятное дело, что будь то автокомиссионка, будь то автосалон там любой, будь то частные руки. Когда вы будете звонить, вам будут рассказывать. Здесь ласточка, не бита, не крашена. Ездил два раза в год в церковь, там пробег по 500 километров проезжал в год. Идеальная машина. А по факту будете приезжать, и там в 99% случаях будет совсем все по-другому. А здесь ланча, ланча либра или любра, ну, не суть. 1.8 бензин, 2000 год, 3499 долларов. Специфический голубой цвет, зимняя резина, литые диски. Неприятная вот такая вот вмятина прям. Ну, тут, кстати, можно попробовать поколдовать немножко ее отдавить. Но, наверное, потолок надо будет снимать, скорее всего. Ну, да, да, надо потолок будет снимать. В принципе, можно попробовать. Ну, след, конечно, будет, мне кажется, но можно попробовать что-то подшаманить. Ну, а так, смотрю, видно, что пороги, арки крашеные, деланные. Ну, по качеству, по качеству, среднее качество ремонта. Ну, все равно сорно, скидократеры присутствуют мне без этого. Здесь вот вмятин легкий. Не знаю, как камера передает, но на крыльях такое ощущение, что кто-то рукой даванул пару раз. Пыжик 806, 2001 года, 2 литра бензин, 4850. Кстати, вот эти вот пыжики, ребят, дизельные даже, если возьмем, если нужен большой автомобиль, ну, относительно бюджетный, то пыжики, фиаты, ситроены, в принципе, 2000-х годов, относительно неплохой вариант, потому что это полноценный, как правило, семиместный автомобиль. На механической коробке передач, на тканевом салоне, да, он визуально выглядит, конечно, неказисто, но машина достаточно практичная и достаточно такая вместительная. То есть, тут даже на третьем сидении, это вам не Opel Zafira, где на третьем сидении разве что без ноги или ребенок поместится. Здесь уже, как бы, по размеру все норм. Ford Galaxy, 2002 года, 2 литра газ-бензин, 4 999 долларов. На механической коробке передач. Ну, такие вот жучки на лючке есть. Здесь, вроде как, все норм, но это деланное. Я говорил, ребят, неоднократно, и в очередной раз повторюсь, что когда автомобиль деланный... О, блядь. А, он открыт, блядь, я думаю, что за зазоры такие. Я говорил неоднократно, что когда автомобиль деланный, это неплохо. А другой вопрос, как это было сделано, поэтому, может быть, два одинаково, визуально похожих автомобиля, но один добротно делали, нормальными материалами, нормальными руками переварили. Если пороги, то внутреннюю часть порога сначала варили, чтобы донкраты держали. Потом внешнюю, все это качественно сделали, подготовили и покрасили. А второй вариант, это вариант для продажи. Когда вот шкарлупку, внешнюю часть порога сделали, внизу там все сгнило, там уже нету никакого. Там донкрат поставите, он проваливается. Там арки все завалили шпаклевкой и покрасили. И тоже он вроде неплохо выглядит. Только один вариант, который сделан хорошо, хватит на два, на три года, в некоторых случаях, может быть, даже чуть больше. А который на продажу, бывает, и на продажу на два-три месяца не хватает. Тут надо понимать. Тут надо смотреть. Выбор, покупка автомобиля, это достаточно серьезная штука. Ниссан Сирена, 95-й год, 1,6 бензин, 1999 долларов. Вот такой вот бус. Ну, понятное дело, что тут за бус, который в районе 2000 долларов, тут уже он и мхом проросло, на механической коробке передач. Да, он, кстати, получается 6, а при желании даже больше людей можно посадить. Три ряда сидений, но покрашен совсем коряво, практически кисточкой. Ну, выглядит достаточно уставше. Ну, опять же, с другой стороны, в таком-то бюджете. А вот этот вот Т-чик давновато продается. Цена высокая. Я понимаю, что за вот это вот просят у нас, если покрашен, сделан, переварен, просят немаленькие деньги. И здесь не исключение, это Volkswagen Caravella, 2,5 дизель, 2001 год, 10,950. Цена, я понимаю, что сейчас люди напишут, да, это жесть за намазанный Volkswagen. Но, тем не менее, на них ценники держатся. Ну, тут, наверное, все-таки завышены ценники. Я думаю, была бы цена тысяч 9, уже бы, может, и забрали бы его. Ну, а так, визуально, опять же, на первый взгляд, тут надо более детально смотреть, как это было все сделано. Качество покраски среднее. Не сказать, что прямо убога покрашен, но визуально по шагрени, по крайней мере. Ну, тем не менее, по кузову тут уже надо смотреть, как бы это все после зимы дело не вылезло и не зацвело и не запахло. Ну, может быть, и хорошо сделано. Я утверждать ничего не буду, тут надо более детально смотреть. Зофира с фаркопом на тканевом салоне на 5-ступенчатой механике, 1,8 бензин 2002 года, 5,999 долларов. Ну, по сути, тоже 3 ряда сидений. Сейчас, знаете как, я более чем уверен, найдутся комментаторы, которые напишут, Кирилл, да они ж тут это, намазаны, наполированы. Ребята, где вы видели, чтобы машина стояла в любом автосалоне автокомиссионки и было не намазано, не наполировано, не проплесошено, там не захимчищено? Ну, очень странно было, если бы мы пришли в автосалон, а тут в грязи они стоят, все грязные, чумазые. Toyota Picnic. Ну, хочется сказать, что по аркам задним визуально выглядит более-менее неплохо, по низам дверей подкрашено, но тоже, в принципе, форму визуально держит. Три ряда сидений, 5-ступенчатая механическая коробка передач. В целом-то, я так скажу, машин много продается, вообще купить машину не проблема в любом бюджете, а вот купить хорошую машину, порой это проблема даже не то, что в бюджете там 4-5-7 тысяч долларов, порой и за 20 тысяч. Можно кота в мешке такого взять, что у нас визжаки с Европы приезжают, мотают пробеги, ломают базы, откручивают на 120 тысяч, а по факту оказывается там по 300 тысяч пробега. Такое тоже встречалось, как вот последний Passat подборщик смотрел, 290 или 280 тысяч пробега, 19-го года машина, 2 литра дизель. А смотр он был на 120 или на 140, я уже не помню. И по базам не бился, базы взломаны были, то есть, ну, по факту в одном из блоков он все-таки достал пробег. Renault Scenic, 2000 год, 2 литра бензин, 5,499 долларов на механической коробке передач. Ну, понятно, делают такие вот закоцки по бамперу, где-то сколы. Ну, по кузову, видно, что по кузову делали. Визуально относительно выглядит более-менее неплохо. И здесь еще один Opel Zafira, 5,750, 2000 года, 1,8 бензин. На механической коробке передач. Да, блин, минивенчики, конечно. Ну, опять же, все элементарно просто. Чтобы понять, сколько автомобилей у нас стоили 1,5-2 года назад, нужно просто 30% от этой цены убрать. Если 6, то значит этот автомобиль там 4,4 с небольшим стоял 1,5 года назад. Сейчас цены выросли. С чем это связано? Я говорил неоднократно. Toyota Matrix, 1,8 бензин, 2002 года. Получается 5,999 долларов. Люк присутствует. Ну да, крашеная, отделанная, ну, вроде как по арке, вроде как металл. Под вот этой накладкой пластиковой тут уже надо более детально смотреть. Потому что Toyota гниют очень хорошо, как и в целом японцы. У японцев неплохие, как правило, ходовки двигателя, но вот кузова не их конек. Рестайлинговый, 406-й, 99-го года, 1,8 бензин, 3,999 долларов. С фаркопом. Это знаете, ребят, как люди бывают, пишут нам. Говорит, ой, Кирилл приехал, посмотрел, вот про 406-й человек рассказал. Приехал, посмотрел в одной из минских автокомиссионок. Такой красивый, такой хороший. Ржавчины не было ничего. Я его взял, 5 месяцев отъездил, зима закончилась. И у меня, говорит, пороги прям вываливаться начало все. Поэтому, ребят, смотреть надо на начальном этапе. Если вы не сильно разбираетесь в автомобилях, ну, условно говоря, закажите разовый осмотр. 90 рублей будет стоить плюс-минус. Как я уже говорил, под видео в описании, в закрепленном комментарии ссылочка будет на сайт. Приедут вам, посмотрят его, как и по железу, так и по технической части. Toyota Karina E в универсале, 2 литра дизель 97-го года, 3 550 долларов. Ну, тоже видно делался. Видно, это по внутренней части арки. Но, тем не менее, визуально более-менее форму держит. Ну, насколько это возможно сказать за 5 секунд. Щетка задняя отсутствует. И Honda, 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 Honda Civic 1.4, 98-го года, 3 750 долларов. Покрашен, конечно, совсем-совсем корявенько. Максимально бюджетно и прям такая шагрень, не знаю, на камеру навряд ли это видно. Ну, так, не сказать, что вообще там на двойку по десятибалльной. Ну, на тройку, может быть, 3 с плюсом. Ну, и вот такая вот пушка-ракета S6 на 4,2 литра. Ну, это уже интересная тема. 6 450. Вопросов нет. Она не ликвидна, ну, с точки зрения покупки. Но машина, безусловно, интересная, S6. Понятное дело, что вот такие вот скулы есть, тут сдутие есть. Не без этого. Ну, это интересно. 4,2, аудюха. Это на такого серьезного, так скажем, гурмана. Фаната такого вот автомобиля. На этом, господа, все. Небольших размеров у нас получилось видео. А вы пишите под этим видео в комментариях. Жду, собственно, вас для обсуждения. И пишите, с каких площадок вам интересно было бы увидеть следующее видео. На этом все. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.